Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Главное событие этого года – выборы в Государственную Думу России. В Чувашии еще изберут и местный парламент. Среди тех, кто планирует укрепить свои позиции – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Напомним, кандидат от партии в прошлом году участвовал в выборах главы Чувашии. У партии также есть свой депутат в Чубаксарском городском собрании. Какие задачи ставит перед собой партия в этом году и как она планирует участвовать в выборах? Сегодня будем говорить с председателем Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимиром Бураковым. Владимир Юрьевич, здравствуйте! Добрый день! Владимир Юрьевич, давайте немножечко о партии поговорим, о названии партии. Почему у партии появилась такая добавка за социальную справедливость? Если уходить в историю, партия пенсионеров была создана в 1997 году как общественно-политическая организация. И назвалась Российской партией пенсионеров. В 2001 году она преобразовалась и на основе своей программы партии в 2003 году участвовала в выборах в Государственную Думу и за нее проголосовал более 3%. Когда мы участвовали в выборах в 2016 году в Государственную Думу, мы поняли то, что для избирателя очень важно узнать, что такое, собственно говоря, справедливость, которую мы защищаем и представляем. Поэтому мы приняли решение о том, что, основываясь на наших программных целях и задачах, партию пенсионеров преобразовать в Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость. В России социальное государство. Поэтому мы должны добиваться того, чтобы каждый гражданин чувствовал на себе ту социальную заботу государства и исполнительных огородов власти. Поэтому мы преобразовались в социальную справедливость. Что значит социальная справедливость, по мнению вашей партии? Мы прекрасно понимаем то, что понятие справедливость, оно многогранное. Но для нас, главное, Российской партии пенсионеров, это чтобы старшее поколение достойно жило, чтобы оно имело достаточно хорошую социальную поддержку, чтобы была качественная медицина, чтобы, если пенсия была, то она была возможна для того, чтобы достойно жить, а не выживать. Поэтому мы считаем то, что социальная справедливость – это то, когда гражданин не только старшего поколения уверен в своем будущем. Он достойно живет и знает то, что государство будет заботиться о нем. Ну, давайте на цифрах. Достойная пенсия в цифрах – это вот сколько, по-вашему, должна быть? Значит, на сегодняшний день средняя пенсия порядка 15 тысяч. Значит, Государственная Дома приняла решение то, что минимальное прожиточное минимум для пенсионера – 10 тысяч 200. Значит, понятно то, что на такие деньги взрослый человек, особенно преклонного возраста, живет буквально на грани нищеты. Поэтому, да, то есть мы исходим из того, что средняя заработная плата по России где-то 37-40 тысяч, значит, пенсия должна быть как минимум 60-70 процентов от минимальной вот этой, или средней заработной платы. То есть для простоты мы говорим о том, что, да, то есть пенсия во всех регионах должна быть как минимум 20-22 тысячи. То есть как это в Москве, собственно говоря. Владимир Юрьевич, ну один из таких больных, наверное, вопросов до сих пор остается – это повышение пенсионного возраста. Он касается не только пенсионеров, наверное, да, но и тех, кто там в ближайшие 10 лет тоже может достичь этого пенсионного возраста и выйти на пенсию. Как вы оцениваете закон, как вы за него голосовали? И смотрите, закон обратной силы не имеет. Можно ли как-то, не знаю, ну не бороться, но может быть воздействовать или продолжать борьбу вот на этом поле? Ну, я думаю, то, что в любом законе допустимы поправки. И, собственно говоря, значит, закону как такового в 2018 году не было принято, а внесены были поправки, которые изменили возраст выхода на пенсию. Значит, в 2016 году партия, когда выходила на выборы в Государственную Думу, мы уже тогда начали говорить о том, что недопустимо механическое непродуманное повышение пенсионного возраста, что, собственно говоря, и произошло. То есть, по сегодняшним оценкам экономистов, да, то есть повышение пенсионного возраста практически ничего не дало для экономики. Вот. Поэтому партия пенсионеров более внимательно стала изучать данный вопрос, и, собственно говоря, вот эти все популистские призывы, значит, многих парламентских партий о том, что надо вернуться к пенсионному возрасту, ранее бывшему, да, мы считаем то, что, может быть, они не совсем уже актуальны, а необходимо пересматривать вообще пенсионное законодательство. И партия пенсионеров вышла с предложением. Выход на пенсию не по возрасту, а по трудовому стажу. То есть, каждый человек вправе самоопределять тот возраст, по которому он может выходить на пенсию. При условии того, что, да, то есть на сегодняшний день по оценке Всемирной ассоциации здравоохранения, да, то есть здоровый образ жизни в России сохраняется до 60-64 лет. То есть человек до этого возраста, да, ну, мало болезни у него. Относительно здоров. Да, относительно здоров. Поэтому, да, то есть, безусловно, в разных регионах, значит, человек в разных условиях живет. Поэтому человек должен сам определять это. В прошлом году на сессии ООН назвали это худшей, значит, дискриминацией даже, чем расизм. Вот это дискриминация по возрасту. Почему? Потому что мы сегодня сталкиваемся с тем, по трудовому законодательству начинаем уже судиться с некоторыми организациями, когда либо увольняют человека, достигшему 40-45 лет, либо он не может трудоустроиться. А что говорит о людях старшего возраста? Ну, в таком случае, если вы говорите, что ей нужна реформа вот пенсионного законодательства, то, наверное, нужна и реформа пенсионного фонда? Ну, это отдельная тема. Почему? Потому что, опять же, то есть, изначально, когда принималось пенсионное законодательство, были, наверное, правильные подходы к формированию пенсионного фонда. То есть, фонд, который перечисляет все, значит, пенсионные отчисления, и данное учреждение должно было эффективно вкладывать средства для того, чтобы наращивать свой капитал, для того, чтобы увеличивать возможность увеличения пенсии. На сегодняшний день, как пенсионный фонд, он практически не исполняет своих функций, вот, и выполняет функции даже, которые и не прописаны были. Почему? Потому что они начинают выплачивать и материнский капитал, и другие отчисления, кроме пенсии, да. Ну, то есть, вы считаете, что нужна реформа? Мы считаем то, что, да, то есть, надо пересмотреть в комплексе, значит, все пенсионное законодательство и социальное законодательство. Потому что на сегодняшний день действует 125 нормативных документов и законодательных актов, которые регламентируют социальное обеспечение, 72 документа, которые регламентируют пенсионное обеспечение. Многие эти документы либо дублируют, либо противоречат друг другу. Поэтому партия пенсионеров сегодня говорит о том, что назрела необходимость в целом пересмотреть социальное пенсионное законодательство. И на основе выработки универсального документа создать социальный кодекс, который будет регламентировать жизнь человека, права его обязанности, от его рождения до последних его дней. И в том числе, да, и обязанности государства. И тогда, когда мы разработаем и примем такой нормативный документ, мы можем говорить о том, что действительно седьмая статья Конституции, где говорит о социальном государстве, да, то есть исполняется и реализуется в жизни. Владимир Юрьевич, какие у Вас задачи на этот выборный год? У нас задач очень много. Первая задача, безусловно. Мы понимаем прекрасно то, что без того, что если мы не пройдем Государственную Думу, мы не сможем именно в достойной степени, да, лоббировать интересы старшего поколения. Кроме Государственной Думы, партия пенсионеров предполагает принять участие из 39 законодательных, компания, законодательные органы власти принять участие из 32. И я думаю, что 25 мы покажем хорошие результаты, и наши кандидаты будут избраны депутатами. То есть я так понимаю, что Вы предполагаете пройти 5% барьер в Госдуму? Да. И для этого есть предпосылки. Какой результат в республике Вы хотите показать? Ну, опять же, то есть мы хотим, конечно, показать высокие результаты, но многое зависит от того, как избиратель слышит и видит нашу партию в Вашем регионе. Степанов Николай Алексеевич, который возглавляет региональное отделение, довольно-таки известен как раз среди старшего поколения. Почему? Потому что это один из тех руководителей, которые довольно-таки активно проводят работу с людьми старшего возраста. Я надеюсь, что проголосуют в Вашей республике за партию пенсионеров. Я напомню, что сегодня о предстоящей парламентской борьбе 2021 года мы говорили с председателем Центрального совета политической партии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Владимиром Бураковым. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова